Привет, милашки! Вы на канале GetInChannel. Ну что, пора убраться в моем виде столики. Он покрылся пылью, а отделы с косметикой просто грязные. Давайте же найдем красоту в моем уголке. Кстати, видео с коллекцией моей косметики будет отдельно. А начиная с того, что убираю все со стола. Украшения, расчески, декор, кисти. Так объем работы мне сразу становится очевидным. Полку со всей косметикой я тоже полностью освобождаю. Собственно, это вся моя декоративная косметика. Этого количества мне хватает, чтобы сделать макияж любой. Причем, как вечерний, так и дневной. Также расскажу про контейнеры. В общем, уберем с вами в столики. А потом перейдем к вот этим полочкам. Там тоже много всего интересного. Первым делом, что я делаю, это вынимаю всю косметику и убираю пыль, волосы. Все, что здесь накопилось с помощью влажной тряпочки и сухих салфеток. Больше ничего я не использую, так как стол у меня новый. Особо тут ничего такого нет. Даже лучше всего сначала пройти сухой салфеткой. А затем уже протирать влажной. Дальше я вытираю свои контейнеры, чтобы поставить их в полку и туда уже складывать чистую косметику. Свои контейнеры я покупала на Алиэкспресс на канале Cute and Vlogs в одном из ложеков. Я рассказывала про эти контейнеры, показывала, в каком виде они ко мне пришли и что я с них, собственно, сделала. Поэтому я вам оставлю ссылочку на это видео. Посмотрите, если вам будет интересно. Я специально подбирала контейнеры по размерам, чтобы они вошли в мою полку и полностью ее заставили. Естественно, идеально подобрать не получилось. Но, тем не менее, на данный момент это хранение меня более чем устраивает. Возможно, в будущем я что-то изменю. Также я убираю контейнеры с помощью влажной тряпочки, а потом отираю их сухой. Для них этого достаточно. Они у меня не сильно загрязнены. Теперь, когда все помыто, можно сложить обратно все свои бьюти-штуки. Я каждый раз меняю расположение косметики в этой полочке. Пока не могу понять, как будет наиболее удобно ее расположить. Субтитры сделал DimaTorzok Скажу по секрету, после съемки видео я еще раз все переложила. Ну что, вот так у меня получилась вся моя косметика. Все хранится так неудобно и все чистенькое. Теперь переходим к вот этим полочкам. В первой столовочке у меня хранится все для волос. Практически. Это у меня гель для волос. Практически. Я сказала не просто так. Это у меня раствор для линз. Соответственно, линзы мои. В этой упаковочке у меня находятся мои контейнеры для линз. И тоже упаковка предыдущих линз. Эти упаковочки у меня остались от каких-то подарков, поэтому я их использую в таком виде. А здесь уже все для волос и мои украшения, которыми я на данный момент не пользуюсь. Например, вот эта вот коробочка у меня для резинок, для заколок, чтобы кошка не залезла в эту коробочку и не достала с помощью своих лапок резинку. Она уже научилась открывать вот эту столовку. Из-за этого я храню все здесь. Так, здесь у меня... Я уже сама не помню, честно сказать, что здесь. Ага, тут разные украшения, которыми я уже давно не пользуюсь. Браслеты, кольца, подвески. Какие-то с украшениями упаковочки. Это у меня такая зеленая резинка для волос, которой я не пользуюсь. Хочу всякие украшения, которыми я пока на данный момент не пользуюсь. Но они мне нужны, поэтому я их сложила в такую красивую коробочку до лучших времен, так сказать. В этой коробочке у меня есть такое небольшое зеркало. Здесь я храню ватные диски и сухие салфетки. Они мне очень помогают, когда я делаю макияж или когда делаю маникюр. Я делаю его за этим столом. Мне нужно быстро достать салфетку, чтобы не использовать салфетки, которые у меня еще не распакованы. Мне вот так удобно. Кстати, сейчас пополню запасы салфеточек и снова сложу все сюда. Салфетки и салфетки. А вот в следующей столовке у меня действительно происходит бардак, потому что здесь все подряд. Тут у меня находится в основном моя канцелярия, но я в последнее время перешла на вышивку. Сейчас учусь вышивать. Это мое еще одно хобби новое. Поэтому я сюда его запихнула, чтобы кошка опять-таки не добралась. Я пыталась вышивать вот такого вот котика на футболке. Это маркер для того, чтобы помечать на одежде, что нужно рисовать сами эскизы. Это у меня нитки. Но я это все переложу в одно место, где это будет храниться. Потом вам покажу. Дальше у меня здесь лежит косметичка, которую я собрала все, что я сейчас не использую в своей новой сумочке. Я купила новую маленькую сумочку и туда не помещается все то, что было раньше у меня в остальных больших сумках авоськах. Поэтому все сложила в эту старую свою косметичку. И она у меня теперь вот так вот будет храниться и лежать до зимы, пока мне все не понадобится. Дальше у меня здесь пакетик из кукор золота. Это все чеки, квитанции, коровочки, которые мне понадобятся, если вдруг что-то случится с моим украшением. Поэтому храню все на видном месте, чтобы не потерять. Дальше лежат мои блокнотики. Вот такие классные. Один, в принципе, оба мне подаренные. Я в них пока ничего не записываю, потому что у меня сейчас есть блокноты. Но они мне как память служат и лежат здесь. Дальше это поп-ит. Да, я тоже подвержена трендам и купила его, потому что хотела. Кстати, классная штука, хорошо успокаивает нервы. Но не скупитесь на качестве поп-ит, потому что я купила подешевку и он не очень хорошо кликает. Тут очень тонкие вот эти пупырки. Если будете покупать, берите плотный. Режет у меня тут еще один мой блокнот. Еще один блокнот, который я использовать собиралась для ютуба. Будет записывать сюда темы, какие-то интересные. Кстати, у меня здесь какие-то сценарии для видео. Но пока не использую, но, скорее всего, надо достать и пользоваться. Одна из моих любимых полок – это полка, в которой хранятся мои лайки и принадлежности для шугаринга. Я люблю эту полку, потому что в ней надо часто убираться. И тут у меня в основном всегда порядок. Не знаю, почему так, но эта полка прям меня вдохновляет на то, чтобы заняться собой, сделать себя красивой. И для того, чтобы она дальше меня вдохновляла, в ней надо убрать. Для начала давайте расскажу, что у меня здесь есть. Во-первых, у меня есть вот такая маленькая, миленькая косметичка, которую я специально покупала для этих принадлежностей. Здесь лежат у меня пилочки, которыми я пользуюсь, дотсы и ножнички для маникюра. Все это я использую. Оно лежит в одном закрытом месте, чтобы, опять же, кошка не залезла, не поранилась. И чтобы мне было удобно. Дальше хлор, гексетин, спирт, ну это все понятно для чего. Растворитель для снятия лака. Кстати, обычными лаками я крашу только ногти на ногах. На руках у меня гелолак, я хожу к мастеру маникюра. Дальше, тут у меня, опять же, куча пилочек всяких, новых, незапакованных. Маски, лаки, все вот в этом. Но это тоже надо убирать, потому что оно очень сильно грязнится. Дальше, запасы сухих салфеток. Иногда здесь еще есть и... Ой! Запасы влажных салфеток. Иногда здесь бывают еще и сухие. Но сейчас их у меня нет. Новый бафик для ногтей. И, собственно, гордость моей коллекции. Это все для шугаринга. Вот такие вот полоски для депиляции. Я беру вот такую пачку на Makeup UA. Что это у нас? 7 на 22 сантиметра. Очень классные, удобные. И всегда спасают, если где-то я залипну. Такой клевый. Очень нравится. Я сейчас покажу, какого она цвета. Темно-фиолетовая с блестками. И очень прикольная работа, потому что она блестит. Естественно, сахар все залипло. Вот такая она прикольная над цветом. И очень экономная. Раньше я пользовалась пастой для депиляции от фирмы Еноа. Такой маленькой. Но вы не поверите, когда узнаете, что цена вот эта паста, она цена вот этой пасты. Поэтому я перешла на эту. Спасибо моему мастеру по депиляции. Эту я решила добить. Тут уже совсем чуть-чуть осталось. И выброшу. Дальше у меня есть вот такой шпателечек. Его я покупала в аптеке. Стоил какие-то копейки, но он хорошо работает для депиляции. Для того, чтобы набирать сахар. Очень классная штучка. И я уже давно-давно покупала себе два средства. Это до депиляции, после депиляции от фирмы Еноа. Которыми я тоже пользуюсь, но не очень экономные. Поэтому у меня до сих пор есть. И, конечно же, присыпка для депиляции. Субтитры сделал DimaTorzok. Добавил субтитры сделал DimaTorzok. Добавил субтитры сделал DimaTorzok. И самая последняя палка у меня для моих прибамбасов. Для моей техники. У меня здесь находится фен. Буду понемножку вынимать. Новая моя плойка. Утяжок точнее. Это правильно называется. Моя плойка любимейшая. Старая плойка. Если нужно сделать какие-то локоны, я сняла отсюда зажим. И теперь это у меня как для, знаете, маленьких завитушек. И старый выпрямитель, который мне жалко выбрасывать, потому что он достаточно классный. Ну, послежит на всякий случай. Это у меня с моих часов. И моя пемза от Faberlic. Но ее тоже надо как-то красиво сложить. С разными насадками и батареечками. Когда все полки прибраны, естественно, я убираю поверхность стола. Мою зеркало, стекло. Протираю расчески. Единственное, что забыла, это вымыть кисты для макияжа. Субтитры сделал DimaTorzok 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 Если досмотрел видео до конца, ставь лайк А мы увидимся в видео про коллекцию моей косметики Пока!